всем доброго дня мы теперь встречаемся в немножечко другом формате именно в дистанционном я не знаю куда отрендерится видео со мной но еще потом будем редактировать сразу говорю первая такая организационная вещь берегите себя потому что ситуация очень плачевная и по официальной статистике как минимум 1000 человек с нашей страны пошло в иной мир ситуация очень страшная поэтому пожалуйста соблюдайте дистанцию носите маски ну и старайтесь поменьше контактировать друг другом берегите себя особенно если вы допустим живете с родителями так тем более потому что они сейчас более уязвимая группа населения вот это такой небольшую небольшой спойлер начале авто вначале который очень важно рассказать и сейчас мы с вами поговорим именно про лекцию значит в прошлый раз мы с вами не закончили говорить про лему разрастание точнее сформулировали но сегодня нам еще она понадобится давайте вспомним что мы научились делать в прошлый раз что мы на прошлой лекции научились вами делать нормальную форму омского находить и поэтому пальцить да мы научились строить нормальную форму омского показали почему это так и научились построили первый парсер построили алгоритм кока янгера косами который работает напоминаю за симптотику о большое от длины слова в кубе на количество правил это достаточно большая асимптотика но что поделать с ней пока что мы ничего с ней не можем сделать а и сегодня мы применим нормальную форму омского для того чтобы доказать один из алгоритмов точнее одну из теорем а теорем давайте вспомним во первых что такое нормальная форма омского а грамматика у нас находится норма формы омского кс грамматика текст свободная если у нее все правила имеют такой и только такой вид первое из не терминала мы можем вывести терминал то есть у нас напоминаю что большими буквами у нас обозначаются не терминальные символы то есть символы порождающие не то что порождающие а специальные символы из которых могут выводить какие-то правила а терминальными символами мы называем символы алфавит да если есть какие-то вопросы по ходу дела задавайте будем разбираться наша цель не прогнать какой-то материал достаточно быстром быстрой скоростью а именно посмотреть какие-то вещи разобрать более детальны а второе правило которое у нас имеет вид это правило из а следует bc где bc у нас является не терминалами а но при этом мы не позволяем циклы в стартовый стартовый терминал то есть у нас б не с и c не с кстати мышку видно вожу хорошо и третье правило если у нас внезапно из грамматики выводится пустое слово то мы должны добавить правило из стартового терминала выводится пустое слово вот и теперь давайте попробуем при помощи этого доказать следующую лему значит это лема о разрастании опять же мы называем пампинг сне пампинг лема в чем ее суть состоит опять же пусть у нас есть некоторый контекстно свободный язык тогда а существует такое п такое что для любого слова как длина которого достаточно большая существует разбиение на n слов n в данном случае 5 5 и смотрите что происходит у нас x y z наш слово представляется в виде x у y vz но при этом смотрите что важно что длина ув больше чем 0 то есть у нас давайте даже буду подчеркивать то есть у нас на вот это вот на вот эта вот слова если ограничения что это словно не пустое есть ограничение на игрек umve что длина env не больше чем м п то есть в отличие от лем мое разрастание для автоматных языков у нас разрастание у нас есть ограничение на здесь идет ограничение на середину вот и благодаря этому мы немножечко с вами у нас усложняется работа потому что если мы раньше могли придумать слов с каким-то хорошим началом то здесь надо обычно разбирать намного больше случаев если мы хотим доказать что у нас какой-то язык не является контекст свободы а именно в этой концепции мы с вами будем применять ее и тогда смотрите что у нас выполняется любого к мы по сути можем разрастать розовую часть то есть x давайте я даже и буду писать игрек вкатой так какой там у вкатой у вкатой дальше y вкатой z будет лежать в нашем языке вот такая формулировка лима разрастается 2 2 4 слова 5 остается неизменным 1 3 тоже является остается неизменным теперь давайте попробуем эту историю доказать как эту историю доказывать ну давайте возьмем грамматику и рассмотрим ее в нормальной форме хомского тогда смотрите что мы с вами можем заметить что если мы с вами попытаемся построить дерево вывода грамматики то на самом деле у нас эта история увеличивается не более чем два раза то есть если мы посмотрим на первый уровень нулевой уровень это с с дальше посмотрим на первый уровень дерева грамматики допустим из него будет какое-то а или б это первый уровень то есть зафиксируем уровне там из этого там какой-то cd а из этого еф из-за того что у нас грамматика в нормальной форме хомского то каждый уровень у нас разрастается не более чем вдвое но в нем могло уйти ответвление в чисто пустое слово то есть в итоге у нас получается здесь количество символов не более чем 2 в нулевой здесь у нас количество символов не более чем 2 в 1 здесь не более чем 2 2 и тогда что мы можем с вами сказать из этого мы можем тогда сказать что на каком-то уровне там если обозначим там у нас есть какое-то слово w то у нас длина этого слова сейчас давайте подумаем чем она у нас она с вами ограничена в общем мы можем получить оценку от предыду от высоты уровня вот теперь смотрите вот вот эта идея понятно что каждый уровень дерево вывода увеличивать длину слова не более чем вдвое то есть если у нас максимальный уровень 2 да и после него вывод идет слово то в к слове не более чем четыре символа вот а что это нам позволяет делать давайте рассмотрим слово точнее обозначим п равное 2 в степени количества не терминалов нашей грамматики которые в нормальной форме хомского так давайте это отделю тогда если у нас слово w будет больше не равно чем p 2 в степени n тогда скажите мне пожалуйста какая минимальная высота дерева можем ли мы ее оценить каким-нибудь образом n видимо да но высота смотрите уровень существует ветка уровня у нет ветка уровня больше равно чем количеству не терминалов потому что если у нас длина слова достаточно большая то как минимум уровень такой мы должны задействовать вот а это значит следовательно давайте рассмотрим последовательность рассмотрим ветку максимального уровня максимальной глубины и тогда в ней количество не терминалов на 1 больше потому что у нас с вами есть еще нулевой уровень обращу внимание нулевой уровень плюс хотя бы n это знаете что количество не терминалов хотя бы n плюс один а тогда давайте поймем что мы можем сказать с вами про эту ветку и про то какие не терминалы у нас там с вами встречаются можем ли да есть дайте напишу есть как минимум два не терминала которые повторяются хотя есть не терминал а который повторяется хотя бы два раза вот давайте рассмотрим эту ветку и важное замечание важное среди таких а выберем такой который находится глубже всех то есть он ниже всех и тогда смотрите что у нас с вами получается я нарисую с вами дерево вывода ну я его пока продублирую вот вот я сейчас нарисуем на картинке смотрите что у нас получается у нас из с первым нашли это первое встрече встречи встречу встречу этого а то есть предпоследнюю встречу этого рассмотрим в ту самую ветку дальше у нас с вами идет некоторый xz ну потому что слева и справа от него мог поводиться какой-то контекст дальше ниже от него тоже мог поводиться какой-то контекст а в а и дальше у нас из а могло вывести на терминал тогда у нас что получается у нас получается как раз цепочка выводов из s x а z x у а в z x у y в z и смотрите внимание у нас появляется вот такая вот вещь как раз из этого у нас будет с вами разрастание из то что из а выводится у а в у а а теперь давайте поймем что нам надо доказать для того чтобы доказать что лима работает у и грек вы имеете равна п до 1 факт который нам нужно показать что длина у у и грек вы не больше чем п которые у нас напоминает свою очередь на 2 в степени н давайте понимать почему это так но на самом деле если внимательно посмотреть на картинку да если вдруг длина у y в больше чем п на а это равно 2 в степени н тогда для дерева со стартом вам мы можем проделать ту же самую операцию вот в этом то есть тыкаем в дерево которое находится здесь да проделываем те же самые операции но при этом не считаем терминал а и тогда в нем в нем количество узлов как минимум 2 в степени н даже больше чем 2 в степени н следовательно уровень есть давайте я буду подчеркивать то есть со стартом в это а есть уровень даже больше чем н то есть ним не меньше а больше чем модуль н это значит что мы даже ниже спустясь можем найти пару b и из нее выводится b в вот это вот под дерево вот 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 давайте вот у так выделим то есть в этом под дереве есть пара b которые находятся ниже чем этот не терминал а вопрос каком противоречи мы с вами приходим здесь ну то что они самые глубокие до вывод они самая глубокая ну и это проект противоречия а второй факт который нам надо с вами показать какой здесь то есть первых первую штуку мы проверили с вами и вы не пусть и да нам нужно проверить что длина увы больше 0 смотрите из какого это факта следует у нас мы знаем что для любого давайте напишем так для любого не терминала давайте c его обозначим цене терминала у нас c не эпсилон порождающий это важно то есть для этого мы с вами убивали эти штуки а это значит что как только у нас давайте напишем так рассмотрим там я не знаю символ б вот давайте я его напишу где-нибудь давайте не б пусть будет пусть будет да вот этот вот да вот я его вот тут вот сюда воткнул из которого за один раз мы получили а то есть за один шаг мы получаем а но он может быть слева может быть справа ну давайте предположим не ограничивая общность что у нас он появился слева причем он мог появиться только по такому правилу да и тогда у нас что мы можем с вами сказать мы можем с вами сказать что из этого к вывелся какой-то какое-то слово и не знаю р да но тогда р у нас будет являться суффиксом у суффикс у и при этом заметим что длина р у нас обязательно больше 0 следовательно у нас длина увы будет больше равна чем длина это в свою очередь больше равна чем длина р а это больше чем 0 вот если опять же у нас д порождало не таким образом а образом а к то история точно такая же просто мы рассматриваем это для слова w вот ну и дальше мы видим что вот это вот правило последний напоследок что вот это правило может поставлять карасе у нас получается x и криков к иксу в карты y в карты z может быть да конечно же как и в прошлой разы к может быть равно нулю спасибо за замечание она очень важна вот можно еще вопрос во втором пункте в этом году а используем с двумя подчеркиваниями нет нет давайте я ее обведу это пусть она у нас а розовый будет вот эта розовая вот я тут да как раз написал что ты вот вводится на звездит на принятный хорошо вот такое доказательство она более муторно чем время разрастания для автоматных языков но вроде сложность относительно его похоже давайте для того чтобы понять как эту штуку применять если есть вопросы по доказательству задать в принципе мы доказательствами закончили там фактом чтобы понять как это применить давайте напишем отрицание лема разрастания для этого чем мы делаем мы говорим что для любого п существует такое слово из л такое что его длина больше то равно п что для любых x у y vz и сигма со звездой существует для любого разложения слова в таком виде увы больше 0 y увы не больше чем п любого к принадлежащий натуральному x и у вкатой y вкатой z не лежит в языке то есть нам нужно найти такое слово такое разбедение чтобы это не работало вот так это доказательство дать пример разберем пример такой а слова язык а в энд и бэвэнт и цэвэнт и опять же смотрите нам до любого п рассмотрим фиксированная по давайте придумаем слова длина которого хотя бы я попробовал окно потому что кто-то решил постучать пол там по дворе забор забор прибивают какое слово рассмотрим на которого хотя бы п не ну типа мы хотим взять слова вида вида а в энд и бэвэнт и цэвэнт и так чтобы у него длина была хотя бы п ну да а в этой бэвт и цэвп этой да вот тогда смотрите давайте попробуем для него применить доказать отрицание для марта что у нас получается у нас получается что слова w представляется виде x у y в z при этом что мы знаем что длина увы больше нуля а длина у y в не больше чем п на этот самое важное замечание которое можно сделать а а заметим что в y у в не может быть трех разных букв из а в цэ вот не может быть потому что если бы они были бы то а включалась бы а включалась бы цэ первое и расстояние между ними уже больше чем п а длина у в не больше чем п вот и теперь этом теперь смотрите что у нас с вами происходит тогда не умоляя общности не важно не важно каких пусть у нас количество букв c равно нулю там не важно какое рассматривать но мы знаем что не может быть трех разных букв длина y в c меньше нуля а количество букв там не знаю b больше нуля там зависимости от ситуации может быть разные варианты но тогда если мы рассмотрим к равна двойке и посчитаем сколько у нас с вами коллеги чему у нас равняется количество букв b в этой штуке мы получим что это количество сейчас секунду y в z количество букв б плюс ув количество букв b так ну тут смотрите еще важно замечание что на самом деле мы можем сказать то же самое и для и для ув вот поэтому давайте я тут немножечко по шаманю вот так тогда смотрите что у нас получается чему эта штука равна эта штука у нас равна p потому что у нас b в этой плюс количество букв у в b а при этом количество букв c у квадрат y в квадрат c c будет равняться p плюс количество букв c это нулю а это больше чем так получается 0 плюс p c равняется p а это будет больше чем p в итоге количество букв b у нас оказалось больше чем количество букв c и это нас приводит к противоречию вот вот такой факт вот давайте теперь немножечко поговорим если понятно к примеру некой самому языка то есть лимона застанье тут более сложные немножечко рассуждений идут чем для мира сайт для автоматных языков и теперь смотрите есть два важных факта которые мы должны обсудить это следствие лима и о разрастании а именно следствие о том что это язык не не является контекстно свободным следствие номер 1 первый пример это следствие то что контекстные свободные языки не замкнуты относительно пересечения да давайте приведем пример которые говорят нам про это то есть первый пример это пусть у нас язык а в нтой б в нтой цв мтой а язык l2 это у нас а в нтой б в нтой цв мтой каждый из них в принципе является контекстно свободным это несложно проверить нам достаточно задать количество букв б равное количество букв c и количество буква равное количество букв б ну например мы можем это сделать вот для например для этого языка мы можем сделать такую вещь из s-a-t из-t в btc и из-t в эпсуум пример грамматики грамм привести может доказать что он задает именно такие языки а скажите чему равняется пересечении этих двух языков но предыдущему языку для которым доказали что он не контекста свободно да но он равен как раз предыдущему языку которые являются контекс ну ну поэтому у нас как раз а контексту свободные языке незамы trocio печень мы берем 20 свободных языках пересекаемых получаем не перенят ни контекстно свободных вот это важное замечание контекстс свободные языки нельзя пересекать с чем попала следующий раз или в один из этих разок мы покажем что контекст на свободные языки можно пересекать с регулярными языками и это будут контекстно-свободные но для этого нам нужно перейти на другую абстракцию сегодня мы начнем в следующий раз мы с вами это покажет это первое следствие второе следствие чуть сложнее его нужно будет показывать вот это у нас нет второй язык такой они не замкнута относительно дополнения если мы с вами посмотрим язык эль равно овцы овент и бэвент и цевент и и рассмотрим дополнение языка эль это там можно в принципе его посмотреть он является не контекстно-свободных языков почему там надо убедиться либо чтобы как-то буква а и бы были перепутаны местами где-то это легко той же самой регуляркой задается либо у нас язык имеет вид а вкаты бфц б б в там давайте я напишу какие-то изи кейсис объединить с языками вида а вкаты б в этой цевентой где к не равно эль или эль не равно м или к не равно м каждый этих случаев по отдельности к не равно эль не равно м и к не равно м можно задать а объединение двух контекстов вводных языков построить достаточно просто нужно просто объединить эти грамматики мне кажется возможно на семинаре у вас подобные задачки уже разбирались в своей группе разбирал где использовалась идея объединение двух языков вот еще раз дополнение не замкнутым это вот с первые самые скобочки до следует из дополнения следует не тут из всех скобочек лет мы рассмотрим язык вот такой вода а дальше у нас смотрим чему равняется дополнение да у нас это либо такой язык а вкаты б вельт и цвм ты либо у нас тут либо у нас какие-то простые кейсы идут типа в духе не знаю перед б идет c тогда у нас этот язык уже ломают зависимость да потому что c потом б это уже явно не авкаты б вельт и цвм ты ну и подобные порядковые истории мы смотрим а это вообще задается регуляркой на то есть мы это просто берем задаем регулярка я регулярку можно знать то же самое право ленина грамматикой вот объединение грамматика это грамматика для мнения языков можно грамматику построить если каждая из них является контекст свободу вот понятно вот эти вот факта то есть они такие фундаментально важные что контекстные свободные языки себя ведут сложнее чем регулярных потому что в регулярных мы строили дополнение через pdk напоминаю решение мы строили через построение декартного произведения автоматов так товарищи давайте решать я предлагаю еще сделать перерывчик на пять минут а дальше перейти уже к следующей теме так всем доброго дня еще раз мы продолжаем вот сегодня мы рассматриваем тему новую посмотрим сколько успеем доказать посмотрим сколько успеем посмотреть эта тема автомата с магазинной памятью или mp автомата значит определение у нас такое mp автомата мы будем называть шестерку q сигма гамма дельта дельта q0 и f где у множество состояний множество q конечная алфавит конечный есть еще специальный алфавит он называется стекл и мы его будем обозначать гамма и символы стека алфавита будем обозначать большими буквами честно это это не совпадение вот гамма меньше бесконечности и тут важное замечание его можно в принципе соблюдать можно не соблюдать но особой роли у нам играть не будет в отличие от какие свободно грамматик андач считать что они зачастую не пересекаются эти алфавиты стековой и обычно дальше у нас с вами идет множество переходов это страшный термин что-то q на сигма со звездой на гамма на кумать на гамма со звездой опять же количество переходов у нас всегда конечно 0 стартовое состояние qf может уже шесть что не вопрос кто лишний кто добавился ну стек даст так добавился это раз а второе что еще давалось перехода какие у нас переходы теперь изменять состояние стекута до переход изменять состояние стека нам нужно вот представьте себе ситуацию что у нас есть автоматы к нему приделан стек то есть когда вы идете по пути в автомате вы пытаетесь либо добавлять буквы на стек точнее делайте плату за переход по состоянию для того чтобы заплатить по переходу по состоянию вам нужно снять со стека какие-то переходы какие-то буквы перейти по евро и потом вам обратную дадут положить что-то в стек премию за то что вы перешли этот переход вот и наша цель понять как выглядит перехода перехода мы будем означать вот таким вот образом что пусть у нас есть мы находили состояние q1 мы находили слове w снимаем со стека альфа потом мы с вами переходим состояние q2 и кладем на стек в этом неформально ну я написал неформально но важное замечание вот смотрите а если у нас написано q1 a b c a b c и не знаю дальше мы переходим состояние q2 и на клад на стек кладем x то если мы с вами образим отобразим состояние этого стека какие-то последовательности не терминалов находятся так вот что важно нам замечать чтобы для того чтобы перейти по этому переходы у нас буквы a b c должны находиться именно в таком порядке да то есть мы снимаем a b c это значит мы снимаем вот так вот эту вот последовательность если что стек растет в ту сторону не в обратном порядке а именно в таком то есть мы с вами снимаем со стека b c и кладем x сверху вот теперь эту историю нам надо сформулись формализовать потому что мы конечно молодцы ребята мы можем сказать вот вот стек работает так вот пожалуйста поэтому опять же нам нужно задать набор конфигурации значит смотрите конфигурация это тройка у слова у и гамма у лежит состояние q из набора всех слов а гамма находится гамма со звездой давайте по ним дать понимать что означают эти символы давайте вспоминать сначала определение конфигурации для для обычного автомата а потом попробуем перенести на mp автомат видимо культа текущее состояние у это слово гамма да смотрите будет текущее состояние у это слово которое нам надо прочитать впоследствии да ну то что у нас в очереди лежит на обработку а гамма это текущий стек вот да то есть формально находим состояние q неформально осталось прочитать прочесть слова у и в стеке расположена слава лежит слова гамма вот теперь как это задать а задается это таким образом что если у нас есть отношение выводимости это наименьшее эффективно транзитивное отношение опять же что для любого перехода я давайте запишу это q1 у альфа а я кажется скобочку не поставил все таки дельта смотрите что получается для любого слова w который мы впоследствии хотим прочитать и для любого наполнения стека это по сути у нас наполнение стека а мы делаем следующее q1 увы на это альфа выводят у 2 в этом этом то есть у нас с вами смотрите на стеке располагал слово это мы снимаем альфа это у нас стек снимаем альфа пойдем бета ну а при этом в этом переходе если у нас находилась какое-то слово у вот у нас находился q1 здесь это слово в это слово у слова мы передвигаем каретку сюда при этом делаем операцию со стеком именно такую то есть снимаем альфа в коде он в вот и тогда смотрите что мы можем сказать что если к задаваемым автоматом это множество всех слов или это равно множество всех слов такие что мы начинаем в стартовом состоянии нам надо прочитать слово w при этом стек пустой и мы выводим с вами у эпсилон эпсилон то есть мы очищаем что то что мы хотели прочитать мы все прочитали при этом на стеке у нас ничего не лежало и мы заканчиваем только с пустым стеком это важно вот вот такое определение если непонятно определение задавайте вопросы это важно я сейчас хочу рассмотреть один пример связанный с этим это пример правильных скобочных последовательности psp для правильных скобочных последовательностей важно значит следующее а нам нужно эмулировать скобочный баланс вот и мы будем сохранять инвариант то есть у нас с вами здесь хватает одного состояния которое является завершающим и у него переходы видом мы снимаем со стека точнее мы первый переход мы берем с вами открытую открывающую скобку со стека снимаем эпсилон на стек кладем а а здесь мы говорим обратно вещь что мы снимаем а со стека кладем эпсилон до нотация правил вот для того чтобы упрощение вообще написать на стеке переходы а мы на стрелочке пишем следующее что мы снимаем что что мы точнее какое слово читаем что мы снимаем стеки что кладем нас так а здесь наоборот давайте поймем какой ин вариант у нас выполняется как понять какой текущий скобочный баланс какой баланс префиксом размер стека до количество букв а на стеке давайте про эмулируем какую-нибудь скобочную последовательность я не знаю вот такое вот давайте я их буду обозначать буковками то есть это пусть у нас буковка а это буковка б смотри смотрим значит что у нас получается сначала q0 а б а б б стек у нас пустой потом мы читаем букву а у нас получается q0 а б а б б на стек мы кладем а видите скобочный баланс один после этого как только мы читаем букву а со стека точнее мы и следующее нас буква а это у нас правило опять же нам нужно снять пустое слово и положить она стоит ведь скобочный баланс нас двойка вот здесь вот потом снимаем q0 а б б нам нужно чтобы пройти по б нам нужно со стека снять а у 0 так дальше у нас идет б б б со стека нам на стек нужно положить а а ну и дальше за два перехода мы с вами можем сделать q0 б а и очистить стек следующим шагом все то есть мы проверили что правильно скобочные последствия у нас задаются автоматами об автоматом но на одном примере можно показать опять же показывать вариантом что скобочный баланс это количество букв а на стеке этим как раз мы с вами будем на семинарах заниматься по аналогии того как мы делали это с программ вас с к с грамматиками окей если этот пример понятен давайте двигаться к следующим фактам и вот дайте вспоминать что мы с вами сделали делали с автоматами когда мы их ввели упрощали упрощаем здесь нам то же самое надо сделать с вами как раз давайте это делать как мы это с вами будем делать первое упрощение оно такое она касается правилов правилах грамматики но и правил автомат значит смотрите пусть у нас правило будет иметь q1 у альфа и это переходит в какой-то q2 бета первое упрощение которое мы с вами можем получить это что длина все переходы не более чем однобуквины а количество букв снимаемых со стека плюс добавляемых на стеке не больше единиц это вот этот вот факт ну я его не заглавил что для любого мп-автомата существует эквивалентный мп-автомат для которого выполнено вот такое вот соотношение давайте картинками покажу как-то доказывать на самом деле нам нужно просто все переходы разбить на куски смотрите вот у нас есть такой переход в котором есть последний символ от 1 до этого замечу что символы здесь на расположен в обратном порядке для того чтобы не со стеком могли снимать и потом добавляется и тогда b1 и так далее богатая смотреть в чем мы делаем тут к сожалению нет дорисовки но суть понятна значит смотрите мы берем сначала читаем все буквы алфавита добавляем на переходы читаем все буквы по одной при этом у нас модуль альфа плюс модуль бета равняется единице раз а вторая штука мысль начинаем снимать все что у нас находится сверху со стека мы сначала снимаем а первое потому что она на стеке у нас находится наверху потому что сейчас у меня переключится вот то есть у нас стек с вами находился у него находил было что-то потом было а нт а мт а м минус первое и так далее а первое ровно по этой причине мы сначала снимаем букву а 1 со стека потом снимаем а м со стека ну а кладем в порядке в том котором нам нужен то есть мы пойдем с вами b1 потом кладем b2 и так далее кладем bk ты все достаточно прост здесь мы просто берем и делаем давайте попробуем если это понятно ну я не буду формально это показывать можно это сделать но мне кажется смысла в этом нет второе упрощение давайте посмотрим как а как хорошо у вас развита интуиция ну и об силу переходы можно удалить откуда ну из автомата эпизом переходы почему по стеку либо по по обеим но вот смотрите один из фактов такой более общего будет доказан после то есть для этого нам нужно будет перейти в другую формальную нормальную форму вот а первое упрощение которое делается это замечу что давайте мы сделаем вот такую вот вещь модуль альфа плюс модуль бета равно единице то есть при каждой операции мы с вами либо платим монетку за то чтобы сойти со стека вот либо мы кладем монетку точнее либо мы снимаем монетку либо нам дают монетку за проход смотрите как в чем идея заключается вот у нас есть нам надо смотрите нам нужны просмотреть те переходы в которых модуль альфа плюс модуль бета равняется нулю потому что у нас изначально тут ограничение на не больше единицы на что нора либо равно 0 либо равно единиц но сделаем ограничение на 0 да вот значит нас есть такой переход тогда смотрите что мы с вами можем сделать мы по сути можем сказать а давайте-ка мы сначала положим монетка потом заберем такая эффективная банковской системы у нас этот есть классический пример из мультииндустрия как этот губка бог пытался продать продажу мыльных пузырей вот он там по сути сам у себя там там что было там короче губка попова продавал их а патрик занимала губка губки боба и губка бог потом это возвращал обратно в общем нулевой цикл получается вот такая история то есть мы сначала кладем z на символ потом его снимаем вот тоже вроде бы эта история понятно то есть вот этим ограничением мы с вами будем раз пользоваться сегодня нам этого будет достаточно так с упрощениями понятно что произошло ну то есть тут ничего сверх сложного нет а теперь одна один из самых главных фактов которые к сожалению некоторые забывают как доказывается но мы с вами их посмотрим это то теорема большая что класс языков распознаваемых mp автоматов совпадает с классом языков которые которые распознаются контекст свободными грамматиками вот и эта теорема состоит из нескольких пунктов возможно что мы еще не успеем сегодня ее показать но мы с вами постараемся давайте я ее оформлю то есть у нас получается к с эквивалентным по автоматам и первый факт который мы с вами будем показывать это то что из mp автоматов можно получить к с грамматику вот смотрите давайте идею расскажу чтобы она у нас была а давайте предположим так только тут небольшая стрелочка тот вывод у нас пусть у нас в лежит в языке задаваемом автомат давайте посмотрим у 0 нам надо прочитать словом в эйпсион в какой-то момент мы с вами прочитаем у эйпсилон эйпсилон и в какой-то промежуточку давайте qf а здесь у нас есть какое-то q здесь у нас слово у а здесь у нас на стеке гамма давайте построим стек давайте построим график который будет показывать следующий длину стека относительно того сколько мы прочли да то есть мы смотрите я сразу скажу что у символов мы прочли давайте нарисуем этот график так это у нас длина гамма это у нас длина слова давайте у префикса то есть префикс скажите какие две точки мы точно с вами знаем на этом графике 0 и 0 да значит первое это отсюда мы начинаем это 00 а здесь длина слова в и 0 ну то есть мы должны опустошить стек в конце и давайте посмотрим как себя этот график ведет он во первых не падает ниже оси нулевой потому что иначе у нас так пустой но дать посмотрим дайте нарисую картинку вот пирамидка и давайте внимательно а потому что у нас так не может быть менее чем пустой но то есть он может до нуля упасть где-то но ниже нуля он не провалится потому что да ну что для нас так вот и давайте посмотрим что происходит на моменте вот этот вот момент зафиксируем и посмотрим что происходит на этом переходе напоминаю что все переходы у нас имеют вид что либо мы нас так что-то кладем либо мы со стек отчет снимаем поэтому когда у нас стек поднимается наверх мы сюда кладем а но какой-то символ 1 стек давайте посмотрим первое пересечение этого уровня с и текущим то есть первый раз когда мы пробили эту планку там еще и еще давайте поймем можем ли мы понять что происходило вот на операции которая привела к этому уровню что со стеком происходило буквально да мы сняли причем именно букву а это важно то есть что то что мы положили нас так доме снимаем и теперь важная особенность давайте мы предположим что здесь мы находились состоянии каком-то кули там и там а здесь мы находились хуже там и по сути нам нужно с вами сделать такой сложный автомат который будет правило грамматики которая будет отслеживать пары состояний да то есть допустим здесь мы находились в qf каком-то q0 а вот это q0 тогда заведем пары состояний а 0 f ну то есть а 0 f это получается мы соответствии ставим пару q0 qf это соответствии теперь нам надо с вами продумать правила как эти штуки у нас с вами будут отслеживаться я сейчас попробую пояснить все эти правила пашу пах шагово во первых первое правило которое нам нужно из а и и мы выводим эпсилон то есть а если мы находимся в одном и том же состоянии то есть мы находимся по сути в паре qi qi и то что нам нужно пройти на пути от qi до qi не меняя стэк ну что мы можем сделать ну в принципе можем вывести пустое слово нам никто этого не мешает сделать то есть мы находимся в точке ничего не делаем моим пустое слово дальше давайте сделаем переход такой что из стартового состояния мы выходим пирамиду где qg это и принадлежит конечному состоянию то есть это по сути означает следующее что из стартового состояния вне терминала в нашей грамматики мы с вами будем выводить по сути раскрывать эту картинку вот так вот то есть мы говорим раз кусок два кусок ну а дальше из него что-то выводится и дальше сложный факт который нам говорит следующее что из а и житого мы будем вывозить следующую вещь а а rs b а тжи то смотрите давайте я это нарисую на картинке мы находимся в состоянии и вот это у нас состояние куи то это в нашем графике где-то и у нас и состояние кужи то которое находится на самом деле на том же самом уровне потому что а и жи то это то что наводится на пути не меняя стэк и тогда смотрите что это означает как мы можем пойти из этой стрелки мы можем пойти на самом деле только вверх не меняя стэк это значит что не дабы не выкидывая из него что-то да не изменяя стэк не выкидывая что-то это просто важно я забыл это указать извините пожалуйста смотрите что мы делаем наш у нас добавляется какой-то символ а а мы переходим при этом в некоторое состояние qr qr а здесь мы переходим опять же все чтобы было согласовано мы говорим что здесь для того чтобы это согласовать мы должны снять этот же символ а и это делаем в состоянии qs там значит вот эта вот история это у нас с вами а и житая а нет стоп нет не извините сейчас я сотру я сотру я объясню почему я стер потому что давайте найдем первый уровень когда мы пересекли эту полосу потому что мы могли пересечь именно в кужитом а могли раньше то есть мы берем пересекаем это минус а я напишу что это первый момент первый момент пересечения и пусть это у нас состояние s а вот это состояние t тогда это qt это qs тогда вот это у нас что с вами такое это у нас а и жит по нашему обозначению вот это у нас с вами а т же а вот это у нас с вами а rs ну потому что мы тут уже не добавляем не выкидываем что-то из стек потому что если мы опускаемся ниже то мы получаем в этот уровень ну и получаем с вами что у нас и а и житая выводится здесь пусть какой-то символ а был здесь у нас был с вами сим этот а rs b который снимает отсюда символ видите скорбе а мы снимаемся его приходим в состояние так опечатка здесь здесь t здесь t qtt epsilon давайте напишу так значит это если у нас qi a epsilon qr a а а а здесь у нас с вами получается qr b а q q q j t epsilon вот так и и теперь нам надо это все формально показать почему это работает главное лима которая здесь у нас с вами появляется она заключается в следующем она говорит что если мы а и за и житого выводим w тогда и только тогда когда а выполнено следующее соотношение qi t в и все выводится q j t epsilon здесь у нас это в грамматике это в автомате это в грамматике вот то есть если мы это показываем то на самом деле уже победа потому что тогда мы из с заходим в q0 а в а 0 житая ну и дальше мы выводим все слово целиком то есть это лима которую нам надо будет с вами показать ну давайте начнем хотя бы один пункт из двух разберем здесь на сегодня уже будет победа так смотрите давайте я правило буду держать при себе а это кажем слева направо сначала здесь у нас опять же классическая индукция индукция по длине вывода в грамматике скажите база какая у нас с вами за сколько шагов мы можем вывести что-то из этой грамматике вот в этих правилах можно ли мы что-то вывести за ноль шагов ну если и равно житом да а как как мы можем что-то за ноль шагов это один шаг да за один шаг если мы возьмем а и и это эпсион то есть один шаг тогда мы с вами из а и этого выводим эпсион только у нас вот это вот правило есть следовательно у нас с вами и равно ж дубль в равно эпсион ну из этого будет следовать что у и эпсион эпсион мы выводим к у и эпсион эпсион ну вроде честно теперь переход вот мы с вами допустим из а и ж вывели какое-то слово дубль в за к шагов тогда смотрите внимательно какое правило у нас может раскрывать меньшее количество шагов только вот это вот да тогда а замечу что а ежи раскрывается в а а rs b а джд только по такому правилу у нас что-то могло раскрываться при этом а а так у это а и и он выводится есть переход точнее q rt а а здесь у нас q rt так фото я извините пожалуйста я еще одну еще один баг у себя нашел давайте его пофиксим здесь везде qs то видите то есть мы из qs должны в qt переходить приношу извинения из qs того по b а а снимаем его и переходим в qt т епсилон но 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 мы знаем что мы знаем что существует тогда у нас смотрите слово дубль в раскрывается в виде а у б в опять же просто строим строим дерево вывода при этом при этом что хочу сказать что из а rs у нас выводится у из а т житая у нас выводится в и по предположению индукции каждого потому что это будет сделано за меньшее через что шагов то мы с вами получаем следующую вещь что у нас из q rt у эпсилон мы можем вывести qs t эпсилон эпсилон а здесь у нас из qt това в эпсилон мы можем вывести q jt эпсилон эпсилон это по предположению индукция работает вот с этого вот с этого факта вот у этого факта но теперь давайте собирать все по цепочке если мы из qt това а у б в и берем и раскрываем эпсилон первый шаг который у нас будет давайте их буду пояснять вот это первый шаг у нас получается мы снимаем читаем букву а здесь переходим в р здесь у нас получается у б в и на стать кладем а потом пользуемся вторым правилом вот этим вот получаем что у нас с вами мы из qs по b вход а снимаем со стэк получаем qt в эпсилон мы остались четвертым шагом воспользоваться мы получаем с вами уже эпсилон эпсилон это чистота это говорится мои руки чистые в этой штуке вот в обратную сторону чуть чуть сложнее но давайте как раз мы с этого с вами в прошлый следующий раз и продолжим потому что мне кажется что лучше оставить время на вопросы сейчас мы просто уже не успеем эту вещь вещь начать доказывать вот ну там надо рассмотреть типа первые первый шаг который нам нужно сделать здесь так давайте задавайте вопросы говорите понятно было или нет что еще раз как из леммы будет следовать теорема давайте тогда вот как раз на этот моменте как из леммы исследовать теорема лемма теорема это на самом деле не очень сложно смотрите мы знаем что значит нам что нужно показать что любой mp автомата распознается автомат ну смотрите из s вводится w да в обе стороны будем говорить что значит из s вводится w это значит что существует какое-то а и gt вот смотрите вот у нас точнее видите из s есть перехода только а 0 gt в котором котором идет переход в окончательное состояние то есть у нас тут а 0 gt для q gt принадлежив f такое что s у нас выводят за один шаг а 0 gt из этого вводится w да дальше что это значит опять же переписываем что существует а 0 gt для некоторого куджитова из f а это что у нас получается существует существует куджитов из f такое что ку 0 в ипсион выводится куджитая ипсион ну вот эта штука тут надо сказать что это у нас с вами объективное преобразование ну из кужитая в анальджита а вот это означает что вы принадлежит языку задаваемым автоматом потому что мы по сути с вами сняли стек получили то что получили а здесь у нас получается что это у нас вы принадлежит языку задаваемой грамматик самый тонкий момент это просто что у нас вместо кучу из куджитова мы можем сделать билет можно второго упрощения это уже даже не эта теорема который где мы на стеке либо забираем либо отдаем хотя бы да 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 почему получим эквивалентно у нас же получается остальную на стекке остается тут z на моего сразу снимаем мы кладем и сразу снимаем его когда мы пишем справа это кладем а слез забираем да да слева плата за вход а справа премия за переход ну ладно давайте тогда все всем спасибо всем здоровья всем не болеть и